Барселона, 1992 год. Столица Каталонии впервые принимает летние Олимпийские игры. Объединенная команда спортсменов из 13 бывших советских республик победно шествует по соревновательным площадкам. 45 золотых медалей и 112 наград всех достоинств, 16 из которых на счету борцов вольного и греко-римского стилей. На этих играх на Олимпийский борцовский ковер впервые вышел молодой борец Мнацакан Искандарян. Болельщики и специалисты высоко оценили технику и бойцовские качества молодого классика, а специальный корреспондент советского спорта Борис Быков так описывал его яркое выступление. Мнацакан Искандарян метался по ковру как саламандра, этот дух, олицетворяющий стихию огня. Поляк Юзеф Трач, жесткий и злой, сразу решил потушить жаркий костер. Но Мнацакан воспламенился снова. Ах, какой это был поединок! Вероятно, все зрители оглохли на сутки, ибо топот тысяч ног по металлическим трибунам разносился на всю ночную Барселону. Почему все прям я делал? На тренировках я фантазировал. С любого положения делать прям, делать бал, выигрывать бал. И это у меня получалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я родился в Армении, город Лениновск. Я родился в Армении, в 1967 году, 17 мая. В то время называлось классической борьбой. В школу пришел тренер, мой будущий тренер, и записывал мальчишек в свою группу. Естественно, я тоже руку поднял, и через два дня я сходил в зал. Честно говоря, мне сначала, ну, вроде нравится, и не нравится. Потому что на тот момент были разные игры на улице. Это футбол с мальчишками, кувыркаться на травке. Поэтому что-то не захотелось сначала. Ну, тренер, а во мне что-то видел. Это уже мой тренер покойный, Корюн Саакович, марсисян. К сожалению, очень молодым ушел из жизни. Он во мне что-то видел, и каждый день приходил домой или в школу. И оттуда меня за руку брал и дошел в зал. Ну, Ленинакан в то время был неплохой город. Население тогда было около 250 тысяч. Старический город. Второй город Армения. Граница с Турцией. Если взять спортивную жизнь города, это греко-римская борьба в основном и тяжелая атлетика. Оттуда, в данный момент, пять олимпийских чемпионов. Два по тяжелой атлетике и три по греко-римской борьбе. Город такой хороший был, зеленый. Очень интересный город. У нас, кто там был, кто общался с нашими земляками, с Ленинаканцами, народ такой веселый. И они очень любили шутки. Вот особенно, кто садится таксист, все таксисты шутники. Пока доедешь до места, ты не почувствуешь. Думаешь, вроде бы прошел полчаса, а как три минуты прошло. То есть все шутки, разговоры. И очень интересно было. Папа, к сожалению, тоже пять лет назад ушел из жизни. Мама и четверо сестер. Я младший. То есть, представляете, то время и тяжело было родителям, чтобы вырастить пятерих детей. Ну, пахали по-черному, как говорят. На заводе работали, в фабрике. Ну и, когда я начал заниматься борьбой, отец очень скромный, всегда молчаливый. Он ничего не говорил. Мама немножко была против. Бабушка еще вроде бы нормально тренировался, тренировался. Потом, когда уже пошли травмы, мама особенно категорически стала, в общем, говорить, чтобы нет, ни в коем случае, все сломаешь, руки, ноги и так далее, и так далее, и так далее. А я настолько уже любил борьбу, что принципиально стал и сказал, если не пустите на борьбу, пойду курить. Она говорит, ладно, ладно, все, езжай, иди туда. Тогда и трико не было, борцовок не было, в носках, в трусах, помню, в черных трусах. Ну, первая тренировка я весил, мне было 11-29 килограмм. Но, самое интересное, через месяц я боролся уже на городских соревнованиях среди детей и стал третьим. Ну, потому что до этого на улице боролись с мальчишками на траве, там где-то. Зал до сих пор существует, где-то 14 на 8. Вот такой зал, вот оттуда как раз-то практически три олимпийских чемпиона. Ливон Джуфалакян, потом я и Артур Алексанян. Один из таких основных, если взять, да, среди юношей, это до 17 лет, Спартакято-школьников в Ташкенте. Это считалось одним из сильных соревнований тогда во время СССР. В 84-м году, как раз мне 17 лет, я победил там. И следующий год, первые юношеские игры в Киеве. Выиграл тоже первое место. Как начал заниматься, потом сначала не ходил, потом тренер за мной приходил. Вот буквально полгода, год и, ну, в большей борьбе мне ничего не интересовало. Ни день рождения, ни свадьбы, ни праздники какие-то. Даже со школы убежал, чтобы попасть в зал. Ну, я любил, очень, очень любил, очень. И очень хотел, именно, ну, не думал каждый день, что я чемпион, я чемпионом стану. Думал, что надо хорошо тренироваться, куда бы ни поехал, надо выигрывать. Вот со стороны, если посмотреть, Орел Саакович в деревне переехал в город, набрал группу, начал работать. Он очень, очень требовательным был. Вот он мне очень много дал. Особенно по психологии. Скажем, вот такие моменты. После каждой поражения я плакал. Неважно, где это, городские соревнования, всероссийские, всесоюзные или международные, неважно. Ну, бывало, проигрываешь, плакал. Он говорит, никогда не показывай слабость. Если хочешь плакать, иди в угол, чтобы никто не видел. Или уставший после тренировки. Он говорит, ходи смирно, ровно ходи, как будто ты не тренировался. Чтобы твои партнеры, противники видели, что у тебя все нормально. Это очень важные моменты, когда я часто анализ делаю. И до сих пор очень вот эти тонкие нюансы, очень давало большую пользу. Психологическая подготовка, это было в течение многих лет. На каждую тренировку, на каждую травму, на каждую усталую минуту, когда тренер всего рядом терпеть, 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 кричит, подсказывает, терпеть. Вот эта терпешка дала свои результаты. Поэтому я везде чувствовал уверенность. Я выходил бороться, чтобы выигрывать. Не думая, что будет делать противник. Думая, что мне надо делать вот это, вот это, вот это. Выигрывать любыми путями, выигрывать с любых положений. Неважно, кто начинает, противник начинает атаку или я. С любого положения выигрывать бал. Вообще, когда начал заниматься, для меня это то время, да и сейчас тоже. Тренер много рассказывал про двух борцов великих. Это Шамиль Хисамуддинов, победитель Олимпийских игр. И уже покойный Бенур Пашаян, двукратный чемпион мира. То есть техника у них сумасшедшая была. Я смотрел и записи, и соревнования. Ну, восхищался. И поэтому вот эти два борца для меня и до сих пор, Шамиль Шамшедвинич, мы часто встречаемся. Очень хороший друг, старший товарищ. И советы дает хорошие. Для меня были кумирами. Я учился каждый раз, на каждую тренировку, на каждое соревнование. Всегда учился. У каждого что-то брал. У кого-то техника, у кого-то тактика. У кого-то хитрость, у кого-то ловкость. У кого-то, не знаю, артистизм, может быть. Да, были просто такие моменты, когда я веду 7-8-0. То есть, ну, могу рукой помахать там на трибуне. То есть, ну, когда остался 15 секунд. Не за полтора минуты. Да, за 15 секунд у кого-то, да, из друзей рукой помахать. Я учился всегда. И в том числе сейчас. Даже когда начал работу с тренером, каждый день это учеба. Каждый день что-то новое видно, что-то новое учишься. Вот это начало борьбы. Убирает руку, вот убирается. Есть проход отсюда. Вот, вот он взял. А это не просто держит вот здесь. Загружает вот вниз. Бросок через спину. Ворцы называют бросок с бедра. Это у меня получалось и на улице. Ну, тогда через ногу я делал. То есть, подножку, да, ногу ставишь. За руку, за шею и подворачиваешься. А потом, когда уже начал заниматься греко-римский, естественно, там ногой нельзя. И научился правильно делать. И в дальнейшем уже, намного позже, по молодежи уже боролся, 19-20 лет. Уже вот этот прием мне очень нравился. И часто я делал и с разных положений. Вот один прием, но я делал очень с разных положений. И получалось. В партере тоже разные времена. Вот я посчитал. Ну, и записи все есть на чемпионаты Европы, мира, союза. На турнирах у меня получалось 4-5 вариантов на задний. На задний пояс поднимать. Также 4-5 вариантов с бедра, бросок через спину. Также 4-5 вариантов посадки. Да, вот отманываешь противника, показываешь, что идешь на бросок, а на самом деле, когда он среагирует, то есть страх у него, ты делаешь уже вторую атаку. Если взять последние годы, это в партере боковой, задний поднимал. Этот прием я делал что уставший, что потный, неважно, над всеми практически. Честно говоря, один из таких упражнений, как если взять физподготовку, самое слабое для меня было канат. А то время ребята по 5, по 7, по 8 раз без ног, туда-обратно лазили на канат, а у меня не получалось. Не знаю, кисти слабы были, пальцы вроде бы сильные, а кисти слабы были. Даже тоненькие до сих пор посмотреть, как я боролся за такими ребятами, богатырями. Потому что я вес не гонял, кстати, недовеском был, когда перешел 74 килограмма категорию, недовеском был. А там ребята гоняли с 82, с 80 килограмм, по 6-8 килограмм, это приличная разница. Ну вот канат остался слабым, а вот наоборот, другие упражнения, я даже, ну я анализ тоже, когда делаю, намного весовее, больше весовее категории ребята боролись, они те задания, те упражнения не смогли делать. на 5-7 кг. Теперь, посмотрите, еще раз, что он покажет. Покажите, покажите, покажите. Ну, я не буду делать, что ли? взял? Ну, что ли? Ну, 68 боролся, 2-3 года, так, 2-3 килограмма, это, ну, одна тренировка, ну, решили с тренером, чтобы лучше перейти в другую весовую категорию, потому что я любил покушать, покушать и хорошо тренироваться, потому что за одну тренировку летний период уходило 3 килограмма. Для борца питание очень важно. Кстати, мой тренер, покой, тоже меня заставлял, еще, вот, мальчик, да, 5-й класс, 6-й, спортлагерь, когда ездили, а я, ну, плохо ел, ни гречку, ни риса, а он заставлял. А потом еще чай, стакан чая, туда положил, сливочное масло, сверху вот такой жир появился, да, оттаял, он заставляет пить. Я плачу и пил, плачу, слезы идут, и пил, пил, ну, чтобы окрепнуть энергия, сила, чтобы мог на тренировках нормально тренироваться. Задача в этом была. Юноша я был в сборной, среди молодежи тоже было, ну, и первый год, как раз, будучи еще молодым, еще среди молодежи не выигрывал чемпионат мира. Я уже стал серебряным призером чемпионата Союза, 19 лет. В то время, когда 68 я боролся. В то время, когда в этой весовой категории, ну, человек 10-12 ровные ребята, одинаковые. Вот ты не знаешь, выиграешь или проиграешь. вот они одинаковые. Я там стал старым, выигрывая очень титулованных ребят. И я помню, тогда главным тренером был Геннадий Сапунов, он на собрании говорит, ну, собрание провел, анализ, и говорит, какой-то мальчишка взял наших основных ребят, туда-сюда перекидал. Это я помню. Качество, это что? Это техника основная, физподготовка хорошая. В то время, я говорю, как раз уже где-то 100 нет, но 90-95 килограмм, я рывок делал. 19 лет. Вот это и позволило многих вот этих основных ребят с партера поднимал на задний пояс и бросал. Стойки тоже. Хорошая техника была, наша школа хорошая была, Ливеноканская. Попасть в сборную команду тогда, наверное, была и мечта для всех, кто занимается борьбой, кто занимается спортом. Это какая-то другая семья уже, намного, если сравнивать домашние тренировки и тренировки сборной, там нужно было дополнительные усилия, дополнительная ответственность, потому что режим порядок был очень жесткий. То есть на одну минуту опоздали на отбой, это уже нарушение. И, естественно, отправляли домой. Поэтому там надо было намного больше и сильнее напрягаться. Ну, естественно, работать на качество. Это не просто напрягаться, лишь бы тренеры увидели. Именно на то, что у тебя появился повышение, у тебя появилась хорошая тактика, техника, ну и физподготовка. Первый въезд, это то время было 1984 год, город Перник, это в Чехословакии тогда было. Тогда был такой турнир среди дружественных стран, вот так называлось. То есть Варшавский договор, вот те страны, которые входили туда, плюс, ну, Куба, вот там первый въезд, это в Чехословакию. Там победил я. И дальше до Чемпионата мира были международные турниры. Меня повезли в Польшу, я там в Польше выиграл, довольно таких серьезных ребят, вот, и решили меня поставить на Чемпионат мира в состав. Кстати, я вот только перешел 74 килограмма, да, весовой, недовеска, вес был 71 500, 72, вот так. И я помню, первый день, когда мы вышли погулять, уже находимся в гости, следующий день взвешивания, и еще через день боремся. И гуляем, а там наши уже более титулованные ребята в команде, к ним подходили поляки, болгарии там, ну, по-русски говорят, ну, знакомятся, здороваются, о чем-то спрашивают, ну, и спрашивают, меня видели, что новый попал в состав, новый человек, меня спрашивают, ты в каком весе, 62 приехал, представляете, а я 74, 62, 68, 74, ну, честно говоря, Ислам Дугучев тогда крупнее выглядел, чем я, ну, потому что он гонял с 73 где-то. Честно говоря, опять же, вот эта психологическая подготовка, вот эти тренировки настолько мне дало уверенность, чтобы куда бы ни поехал, я, ну, волнений не было практически, и опять же, не думал, что надо приехать, кого-то там разорвать, там, покидать, и так далее, и так далее, нет, приехать, выходить и выигрывать, только так, вот это много помогло, вот это со стороны психологической. Сам турнир, да, прошел, честно говоря, тоже уверенно я боролся, довольно, довольно уверенно, я помню, уже в финале должны бороться вечером, кто-то из тренеров, ну, мы с ребятами стоим на улице, так, разговариваем, общаемся, то есть, пообедали, и чуть-чуть походить, чтобы, вот, погулять, и дальше отдохнуть, готовиться на вечерние финалы. И один из тренеров на меня, ну, так как я первый раз тоже, так посмеялся, и говорит, ну, что, страшно становится, страшно, и вот так дрожит, сам вот пока страшно, я говорю, да нет, нормально все, да, особо ничего не говорил, сказал, все нормально. Кстати, я боролся в 7 схваток, и с нулем выиграл все схватки, то есть, с кем-то 1-0, с кем-то 5-0, с кем-то 10-0, ну, с нулем. Кстати, два чемпионата Европы, и два чемпионата мира, и одного балла. И вот это как раз психологическая подготовка, когда уверенность, ты не чувствуешь, не то, что забыл, ну, ты идешь выигрывать, выходишь выигрывать, ты готовишься, тренируешься, ломаешь руки, ноги, ребра, и так далее, и так далее. Такой труд, и выходить, кому-то проиграть, просто бал, вот это давало дополнительные силы. Тот год меня освободили, ну, как уже был лидером, если были, ну, ну, конкуренты, такие, ну, на уровне можно, все хотели стать чемпионом, но таких и результатов не было у ребят, и за рубежом, где-то и проигрывали, и поэтому тренеры посчитали, что лучше освободиться от чемпионата Союза, вот, чтобы в дальнейшем уже спокойно готовился к чемпионату Европы и к Олимпийским играм. Все равно тренировки, как были, наоборот, я наращивал и по физподготовке, и по функциональке, и технический тактический арсенал, все лучше, лучше, улучшал, то есть много пахал, тренировался, то есть, ну, хотел, чтобы всегда быть лучше. Любые соревнования никогда в голове не держал, думаю, что это уже нервное состояние, нервы загорают, представляете, вот каждый день или через день, или каждую неделю один раз будете думать, о, Олимпийские игры, я буду выигрывать, я буду выступать. Это лишние нервы горят, которые нужны на тренировках. хорошо. Ты держишь, руку держи хорошо, да? Удержу, да? Удержу, да. Поставь. На половину, опа. Руку хорошо держи. Ну, опять же, вот я куда бы ни ездил, скажем, за рубеж, да, вот я и сейчас вижу, ну, ребята и тренеры, прям, ну, многие, большинство, прям бегом-бегом, сфотографироваться, там, с кем-то, с тем-то, там-то, 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 вот это, честно говоря, это ошибка, это ошибка, почему? Потому что, цели и задачи у нас другие, для чего приехали? Приехали выигрывать, остальное потом, получится, хорошо, нет-нет, поэтому у меня никогда не было фотоаппарата, никогда, но у меня дома несколько сотен фотографий, то есть, сводкались, кто-то попросил, там, передавали, для меня не существовало олимпийская деревня или, там, министры, там, какие-то, там, да, сводкаться, или еще что-то, пообщаться, или президент страны, да, там, где проводятся олимпийские игры, не было такого, чтобы бегом туда, чтобы сводкаться с президентом или с кем-то, потому что у меня задача, я еще не закончил, это очень важно, это всем, 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 вот это в голове должно быть. Это, опять же, говорится о психологической подготовке, если ты готов, вот я уже сказал, я как будто приехал на городские соревнования, то есть, ощущение такое, спокойно, нервы не горят, ты уверен. Соперники, на самом деле, все, практически все титулованные были на тот момент, это и призеры, и чемпионы Европы и мира, олимпийских призеров, это француз, чемпион мира, это болгарин, венгер, призеры мира Европы, это швед, чемпион Европы, призеры мира, призеры Олимпийских игр, кубинец был один раз призером мира, вот канадец, первую сходку он его я не знал не знал не видел с канады да вот и финале естественно это мой основной противник поляка и уже в тратч с ним боролся шесть раз шесть раз выигрывал он очень сильным двукратный призер олимпийских игр неоднократный призер чемпионата мира европы сильный спортсмен ощущение другие конечно конечно другие чем чемпионат мира чемпионат европы я иногда говорю не в обиду скажу у нас там да вот хороший борец вообще чемпион мира начинается но 5 чемпионат европы выигрывать это это сильный результат да но лучше выигрывать один раз чемпионат мира чем европы а также дальше выигрывать 3 4 5 чемпионата мира а не выигрывать олимпийские игры поэтому лучше выигрывается ли один раз олимпийские хотя бы это сумасшедшие результаты все 1 2 раза уже выигрывать это уже уже сильные результаты лучше выигрывать олимпийские игры один раз чем остальное то есть опять же ощущение это другие объединенная команда да на то время уже ссср не существовало ну и так как чтобы каждая республика могли за короткий срок собрать свои команды сложно было ну решили получается последний раз как все братские республики вместе участвовать на олимпийских играх команда у нас была многонациональная иногда тоже в строю стояли 70 80 100 человек 15 18 национальности иногда спрашивал ну какого национальности год борцы вот это очень важно было нету у нас нету все вот тут все борцы все одинаковые не хуже не лучше одинаково кстати барселонская олимпиада я сколько слышал сколько рассказывали их сколько я потом видел один из лучших если не самый лучший по организацию по месту расположение да на берегу моря было олимпийской деревне организовано было очень ну то что надо к сожалению мой вот самый-самый такой близкий друг альфред ирмакришанов стал вторым проиграл за пол секунды трагедия трагический проигрыш и часто я это слышу тоже когда разговариваем общаемся с друзьями встречаемся но все говорят лучше на олимпийских играх стать третьим чем вторым с проигрышем это на всю жизнь запомниться кстати были были эпизоды да и где-то судья может не так судил или еще что-то или противник то время тренер тоже мне говорит если судья виноват как название засудил схватку закончилась ты проиграл ты рукой пожми и скажи спасибо я это делал всегда что выигрываю что проигрываю то время тоже это опять же мой тренер никогда не радуйся максимально то есть оставь запас чтобы тебя есть дальше работа дальше есть где бороться поэтому на чемпионатах мира и вот так слегка вот три секунды я уже забыл кстати не рассказывал это и чемпионат союза и чемпионата мира тоже следующее утро я делал зарядочку пробежку обязательно если даже не на улице в номере отжался пресс это только финал закончилась ночью до вечером допинг контроль но сдали допинг утром зарядочку делаю и дальше кому-то помогать кто борется это что это опять же психологически на одну тренировку я ушел выше вперед чем остальные может это ничего не давало здесь да а вот психологический дает поэтому на чемпионатах европы на на чемпионатах мира я так особо не радовался на олимпиаде до да было немножко было но опять же недолго буквально через полгода опять вот эти ощущения да бы и приходил зал естественно что в армении был что в москве был приходил и тренировался но не думаю что буду стану тренером и так далее но это тоже невзапно в общем ну закончил закончил москве и потом раз опять же звонок приезжай поговорить в общем приехал опять поговорили и предложили возглавить молодежную сборную 97 год сразу буквально через полгода после атланты вот и началась тренерская работа потом чуть позже уже подключили молодежной команде юношескую команду то есть две возрастные категории я возглавлял я помню в девяносто восьмом году но так назвали первые олимпийские юношеские игры москве то время как раз у нас подготовка была совместная юноши и молодежь я помню на сборе 140 человек совместный сбор и больше 30 тренеров врачей массажисты понятно а зал был на где-то на полтора ковра вот это самый тяжелый сбор прошел потому что я всю жизнь жил без будильника когда боролся и никогда не опаздывал будильник в голове настолько ответственность чтобы я просыпался даже пускай будет за пять минут я успевал взять быстренько и побежать зал не опаздывать это время я просил тренером что меня разбудили днем утром так далее так далее почему потому что полтора ковра здесь олимпийские игры у юноша и в албании первенцы европы среди молодежи две команды готовить одновременно на ковре у нас для тренеров получалось 6 тренировок в день не 6 даже 8 8 8 2 группы юноши большие маленькие весовые категории утром потом молодежь вечерняя тренировка также 8 тренировок в день не считая утреннюю зарядку сила и функциональная подготовка это как раз то фундамент да вот так я и объясняю это так и есть если ты не сможешь стоять на ногах крепко если ты не сможет дышать да вот без подготовки это и руки спина все-все то свою технику ты не покажешь среди юношей 15 17 18 лет может быть основная борьба у нас за после 20 там уже мужики борются все хороших хороших из подготовка поэтому без физ подготовки без хорошей функциональной показать свою технику сложно я это вот помню хорошо олег кучеренко 18 лет стал призером вторым на чемпионат союза это тот год я 19 лет вторым сын саныч карелин 19 лет вторым это уже что-то а в дальнейшем вот посмотрите всеми трое на одной олимпиаде выиграли золотые медали то время другое было сейчас тоже когда проходят тренировки я и тренером советую ребятам говорю вы отстаёте ребята физ подготовка у вас слабая функционал слабый не говоря техника тактически я бы 19 20 21 уже надо выигрывать чемпионат мира чемпионат европы олимпийские игры наше время боролись ребята везде и в стойке и в партере а сейчас практически в стойке я знаю не работают качественно не работают ну выталкивание и какие-то движения или войти захват за активность показать и все а вот чтоб плотно работать именно пойти на бросок вот над этим ну мало кто работал я уверен что вот виктор михалыч кузнецов вот если пойдет зал он именно дает задание делать прям вот есть давид кадылов вот так же требовательны стойки без этого ну не видно были много моментов я это ощущал много раз когда скажем я уже победитель олимпийских игр старший тренер молодежной сборной вот право проводим тренировки да скажем собрали ребят во время тренировки и объясняем там анализируем или ошибки какие-то были я объясняю показываю дальше дальше смотрю тренеры личные стоят тоже они напрягаются ну типа чемпион показывает значит все я их наоборот каждого него независимо от возраста молодой ли ну возрасте его каждый может что-то показать каждый должен показать мы все вместе делаем одну работу поэтому я все не знаю и вы тоже мы можем друг друга дополнять и подсказать вот это будет работа как раз надо не сидеть а именно двигаться таковы самое главное быть вместе одной командой вот это важно талантливых очень много но как развивается вот этот талант дальнейшем вот это важно потому что я видел и намного талантливее ребят чем я или там другие наши олимпийцы но они пропали по кое-каким разным причинам то есть не смогли дальше продолжать борьбу то есть кто-то хотел отчет поражен туда туда и еще куда-то намного талантливее поэтому очень важно вот этот талант развивать а так каждый второй каждый третий талантливее самое главное это психологическая подготовка самое главное каким бы ни был физически крепкий техничный тактичный хитрый ловкий шустрый без психологической подготовки выигрывать на больших соревнованиях сложно это то что я уже говорил несколько раз чемпионат мира выигрывать все противники те же приемы те же приезжают на олимпийские игры название поменяли и спортсмен тоже поменялся в голове ямель все уже пульсе биение нервы не выдерживают вот такой эпизод был девяносто втором году как раз копенгаген и все с гостиницы спускаются спортсмены тренеры автобусы наполняются едут зал на выступление и раз когда мы вышли на улицу смотрим уже автобус полный а там сидят смотрю мои противники двое этот швед сидел и дончанин еще был по моему сидят про вот так а смотрю наши тренеры стоят и там курят я подошел я гудайте сигарету что едем зал бороться чемпионат европы и дайте дайте сигарету они дали я говорю зажигалку вот так прикурил это вот так и краем глазом смотрю затяжку якобы якобы делаю а на самом деле не умею курить делаю 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 и автобус поехал я выкинул тренеры поняли смея начали смеяться когда противнику надо выигрывать везде и на кроссе и на ковре и еще где-то везде плюс у тебя должен быть чуть больше каждый борец выходит чтоб выигрывать территорию выигрывать ситуацию выигрывать захват когда стоим на равных неважно какой противник то здесь и нет борьбы не смотрится и оттуда делать какие-то технические действия сложно когда ребята выигрывают это те же ощущения можно сравнять когда-то когда сам боролся сам боролся сам выигрывал тоже это для меня вот потому что это любимое дело мне говорят отпуск куда я не устал я не отчего не устал ну поедете на море какое море на ковер самый лучший отдых для меня это ковре как бы физически не устаю вот часа два-три больше бывают три с половиной физическую стоянную морально я удовольствие получил обещали мастер-классы больше вдохновление да особенно для детей это очень важно но для для таких спортсменов у которых уже есть кое-какие результаты да но это тоже дает скажем небольшую часть техники тактики да а чтобы вот это более укрепить надо не один день нет два часа а сутками хотя бы но это я веру организовать семинар тренерский семинар это можно организовать это можно организовать семинар со спортсменами вот что более углубленный вот эти все моменты рассказать объяснять чтобы ребята лучше понимали но это естественно практики надо показать показать еще доказать опережать против опережать вот это дает вам возможность успевать так же вот у меня есть скажем да вот прием вот этот заход мне надо войти туда давайте сейчас взять свой захват добиваться прямо ну вот сложно за три вместе стоять что мне делать за пять вот на прямой стол вот 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 и отсюда уже без остановки уже без остановки где бы мастер-класс не показывали где-то встречались обязательно читать это что значит это голова должен работать неважно в каком виде спорт вот ты вышел сюда у тебя голова должен работать а когда здесь бедно в голове обогащать надо это книги много-много моментов главная победа победа в жизни дружба крепкая бескористная дружба что может быть лучше когда есть любимая работа есть близкие по духу друзья бескористные друзья бескористные ну и родственники семья москвич на токан и скандарян прекрасный чемпион мира чемпион европы и победитель барселонской олимпиады вот именно эти два спортсмена бороли хорошо выпустил стойку сделает бракок а теперь уже точно сделает вот такая сразу стойка 6-3 балла и сразу же на кат все по баллу 6-0 голова с понесли и и в и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok